Добрый день! Сегодня мы открываем с вами интереснейшую тему. И эта тема будет посвящена логотипам. Не секрет, что мы вошли с вами в эпоху Водолея и должны предаться духовному развитию, но тем не менее нас с вами окружает огромный пласт, мир вещей. И хотим или не хотим, даже если мы с некоторой такой легкостью или даже неодобрением относимся к различным маркам, логотипам, брендам и хотим быть сверхоригинальными, а вовсе не какими-то гламурно-модными, тем не менее мы все живем в этом мире, он окружает нас. И очень интересно, как же произошел этот мир. Каждое утро мы с вами одеваем одежду, удобную для нас обувь. Каждое утро каждая девушка красится и душится прекрасными духами, а после этого садится в машину и едет на работу. Ну, например. Или куда-то еще по приятным делам. И хотим или не хотим, но каждый из этих вещей придумал какой-то человек. И не просто придумал, а создал для этого определенный знак, символ, который раскрывает суть этой вещи. И пользуясь этими вещами, мы так или иначе чувствуем их символику, их дух, проникаемся их историей, хотя можем даже не знать об этом. И начинаем мы наш цикл с вами с очень интересной вещи, логотипы спортивной одежды. Ну, вы спросите, почему я как девушка этим увлекаюсь. Скажу честно, я не приверженец шпилек. Не потому, что мне они не нравятся, но, скажем так, я больше люблю спортивную обувь. Почему? Наверное, потому, что со школьных лет в студенчестве я очень любила бегать, участвовать в самых разных соревнованиях. Это были и марафоны, и ориентирования, это были какие-то интересные кроссы и эстафеты, самые разные вещи, связанные с бегом. И хочу вам сказать, что если вы решите, что на жизнь человека, который занимался спортом, он потом не оказывает влияния на всю его жизнь, я скажу вам честно, это не так. Всю свою жизнь я воспринимаю как бег, ну, конечно же, не по кругу, а интересные забеги, интересные дистанции. И разные ситуации жизненные я воспринимаю как кросс, как парафон, когда кто-то передает эстафету тебе или ты передаешь ее кому-то, как короткие дистанции, которые я люблю больше всего, так как я спринтер, или длинные дистанции, когда в прямом смысле слова кровь стоит во рту, но ты добегаешь эту дистанцию, потому что так нужно. И мы поговорим сегодня о людях, которые создали спортивные марки, логотипы, вложив в них какой-то свой смысл, свои значения и где-то истории своих жизней. Итак, давайте же посмотрим, что это за марки, которыми мы пользуемся сегодня. И с удовольствием делаем пробежки по утрам. И начинаем мы с вами разговор о логотипах известных спортивных брендов с очень интересной компанией, которая называется Лакост. Мы знаем, что основана она была в честь Рене Лакоста, ну, соответственно, по его имени, как и большинство брендов. Мы знаем, что Рене Лакост был звездой теннисных кортов. Его игрой восхищались миллионы людей. Но у него была одна проблема, как у спортсмена. Он очень часто болел простудами. Почему? Дело в том, что в те годы теннисисты выступали в очень плотных рубашках с так называемым длинным городским рукавом. И, соответственно, к концу выступления он был весь мокрый, ветерок, сквозняки и так далее. И очень часто он заболевал. И вот Лене Лакост придумал очень интересную вещь. Он придумал практически новую сорочку. Это была такая трикотажная рубашка с коротким рукавом, которая застегивалась на три верхние пуговицы. И называлась она рубашка пола. Ну, уже через несколько лет в такой форме выступают практически все теннисисты. Ну, а если говорить об истории логотипа, то началась она в 1923 году с оригинального спора. Дело в том, что проходил кубок Дэвиса. И Лене публично при всех спорит с капитаном своей сборной, Алана Мюром, на то, что он выигрывает этот чемпионат, что он выиграет его во что бы то ни стало. И в качестве приза они договариваются, что выигравший получит шикарный чемодан из крокодиловой кожи. Роскошный чемодан для путешествий. Однако теннисист проигрывает. Ну, нужно сказать, что пресса была настолько заинтригована этим спором, что она пишет множество статей. Лакост остался без чемодана, но боролся, как заправский крокодил. Но с этих самых пор слово крокодил становится его прозвищем. Оно очень прочно укрепляется за спортсменом, но он, в общем-то, не расстраивается по этому поводу. Более того, он решил подчеркнуть свое новое прозвище. И один из друзей Лакоста рисует такую интересную эмблему, логотип будущий крокодила с поднятым хвостом. И именно его вышивают на спортивной форме. Это было действительно первое использование известного нам изображения. Что же символизирует этот самый крокодил на спортивной форме? Фирма Лакоста. Мы знаем, что вообще крокодил с открытой пастью означает движение против течения. Это какой-то вариант освобождения от ограничений мира. И у некоторых племен Новой Гвинеи крокодил является своеобразным, как символом тотемом, что ли. И мужчины этого племени проходят довольно болезненную, неприятную процедуру. Они уродуют свою кожу, после чего она покрывается целой сетью рубцов. И это делает ее очень похожей на крокодиловую кожу. Представьте себе. Мы знаем, что у многих народов крокодил символизирует необходимость пройти через смерть к новой жизни. Вот такая интересная символика. А путь фирмы Лакост был очень удачным, успешным и продолжает радовать нас сегодня. Но давайте поговорим о следующей фирме и не менее интересном логотипе. Nike. Довольно странный такой значок. Украшает все изделия Nike. В основном кроссовки, конечно же, в первую очередь. Но давайте посмотрим, откуда же произошел этот бренд. Был такой Филипп Найт. Он поступает в университет Орегона, получает диплом журналиста. Но во время учебы, как это часто бывает, юнош увлекается спортом, а именно бегом. Под руководством тренера Билла Бауэрмана. И он трижды за это время становится чемпионом университета по бегу на средние дистанции. Он заканчивает университет, заканчивает аспирантуру и после этого отправляется в кругосветное путешествие. И оказавшись в городе Кобе, Японии, он обнаруживает там кроссовки Tiger. Они ему очень понравились по соотношению цены и качества. Они были недорогие и очень качественные. И он привозит в Штаты, когда возвращается, идею торговли этим брендом, этими кроссовками. И приходит с этой идеей не к кому-то, а к своему тренеру. И они вместе организовывают фирму. Потом этот контракт претерпевает изменения, потом идет разрыв, и они создают собственную компанию. И для нее нужно придумать логотип. В это время мы знаем, что Филипп Найт успешно преподает в университете. И он просит свою студентку, которую зовут Кэролайн Джонсон, просит нарисовать какие-то варианты логотипа. Он просматривает десятки вариантов, и ни один ему практически не нравится. И в конце концов, когда уже все, уже пути назад нет, нужно торговать кроссовками, ну, решили остановить выбор на этом логотипе. Какая же была вообще задумка? А задумка была такая, в основе любого бега лежит скорость. А кто самый быстрый, кто самый скоростной, кто дает победу спортсменам? Ну, конечно же, греческая богиня Ника. Вернемся к нашему логотипу. Начинающий дизайнер Кэролан Дэвидсон, она разрабатывает разные варианты, получает за свой труд 35 долларов. Представьте себе. Но чуть позже, когда компания получила успешное развитие, владелец компании отблагодарил ее, мы знаем, подарив бриллиант в форме эмблемы и пачку ценных акций. На самом деле, что же изображает вот эта галочка? Ну, казалось бы, такая простая, где-то примитивная форма. Но на самом деле, это крыло знаменитой статуи древнегреческой богини Победы Ники. Мы знаем, что Нику вообще считали дочерью титана Паланта и чудовище по имени Стикс. И у нее было три сестры. Сила, зависть и мощь, которые, как считалось, вообще абсолютно необходимы для одержания Победы. Ну, назревает вот война богов и титанов. Мать богини и ее сестры, естественно, принимают в сторону Титанов, а вот Ника принимает в сторону Зевса. И мы знаем, что именно она ведет колесницу Зевса к Победе, привлекая удачу. А Афина уже, дочь Зевса, она берет на себя воспитание девушки. И после этого, как мы знаем, та сопровождает ее повсюду. Они неразлучны. И вот образ как раз богини Ники, он символизировал Победу в любых абсолютно состязаниях. То есть это могли быть состязания музыкальные, военные и в том числе спортивные. И, конечно же, триумф, успех. И Нику чаще всего мы знаем, что изображали с крыльями, которые позволяют ей быстро перемещаться. И она покровительствовала всем тем, кто хотел узнать вкус Победы. Следующая фирма, с которой мы познакомимся, не менее знаменита. Это фирма Adidas. И название этой немецкой торговой марки – это не что иное, как производное от имени ее основателя Адольфа Дасслера. Как его называли еще Ади. А уже на Олимпиаде 1936 года в Берлине американский бегун Джесси Оуэнс в их обуви завоевывает четыре золотые медали и устанавливает пять мировых рекордов. Ну, в общем-то, довольно успешное развитие этой фирмы. А фирменным знаком, скажем так, братьев Дасслеров, которые основали эту фирму, были сначала две полоски. Которые, с одной стороны, были разработаны для скрепления конструкции, а с другой стороны, они символизировали дружбу двух братьев. Ну, вот такое замечательное начало. Но судьба вносит свои коррективы. Вторая мировая война. И фабрику Дасслеров национализировали, братьев забирают на фронт. И если Адольф, он через год возвращается на фабрику и продолжает производить тренировочную обувь, но уже для немецких солдат, то Руди и его брату повезло меньше. Он сначала оказался в американской зоне оккупации, а потом в лагере для военнопленных. И вот он выходит после войны из этого лагеря, но обиданно брата за нежелание помочь, как-то вызволить его из плена. Она остается, наверное, до конца жизни с ним. И вот уже после окончания войны и смерти отца в 1947 году братья ссорились окончательно. И они делят производство пополам. И Адольф, он называет свою фирму Адидас, а Рудольф поначалу называет свою фирму Руда. Но уже через несколько месяцев они оба немножечко переименовывают эти фирмы. За одним братом остается Адидас, а второй брат, как вы думаете, назвал свою фирму? Знаменитая Пума. И впоследствии эти обе фирмы становятся непримиримыми конкурентами. То есть братья разделились, нужно придумывать новые какие-то логотипы. Существовал какой-то такой финский бренд спортивной одежды, где в логотипе использовано было три полоски в оформлении продукции. Ну, Адольфу Дасслеру удается выкупить у финнов эти самые три полоски за 1800 долларов, ну в нынешнем эквиваленте, и две бутылки виски. Появляется первый логотип. Потом в 70-х годах Адидас решает, что его нужно обновить, скажем так. Так, и появляется, наверное, наиболее известный логотип фирмы Адидас. Это трилистник с тремя фирменными, опять же, полосками в нижней половине эмблемы. Что же изображают эти самые три листа? На самом деле это стилизованная развертка карты мира с тремя континентами, на которых, ну, тогда уже продавалась продукция компании. Так вот, первый лист – это Северная и Южная Америка, средний лист – это Европа и Африка, а третий лист – это Азия. Следующий логотип приходит в фирму Адидас в 90-х годах. Это, опять же, ну, те же самые три полоски, но только здесь они превращаются в образ горы. А гора, как утверждают здесь, это символ преодоления трудностей и вызовов, с которыми сталкиваются спортсмены. Уже логотип двухтысячных, посмотрите, он очень интересен, он изображает также круг и пересекается тремя полосками, ну, как будто когти, да, разодрали. Ну, и таким образом, если мы реально посмотрим, сегодня существует четыре варианта логотипа Адидас. Один главный логотип и три логотипа направлений фирмы Адидас. Но если глянуть вот так в целом на эту фирму, на ее логотипы, всех объединяет что? Число три. Что же символизирует число три? Число три квалифицируется как совершенное число, то есть образ абсолютного совершенства. И первое число, которому присвоено, ну, можно сказать, слово «все». То есть, смотрите, это три уровня Вселенной. Это прошлое, настоящее и будущее. Это человек, который рассматривается как триединство, тело, разум и душа. Это тема рождения жизни и смерти. Детство, зрелость, старость. Все практически божественные троицы, триады, да, мы знаем по мифологии. Ну, и в конечном счете, самое минимальное количество человек, которые имеют вообще право принимать какие-либо решения, это триумвират. Например, триумвират в Древнем Риме. Это минимум три человека. Ну, а давайте теперь поговорим о логотипе компании, которая вышла, собственно, из компании братьев Дасслера. А именно, это компания Рудольфа Дасслера, Пума. Но мы знаем, что Рудольф остановился сначала на названии Руда, ну, тоже в честь себя, от производственной от слова Рудольф. Ну, практически сразу он меняет название на Пума. Что же это такое? На самом деле, это его прозвище, которое он получает в юности, благодаря, ну, чему бы вы думали, успехам у дам, у женского пола. Ну, и начинается очень жесткая конкуренция реально между братьями. Выбор, собственно, представителя этой фауны абсолютно не случайен. Почему? Дело в том, что Рудольф Дасслер, он считал, что одежда и инвентарь, которые выпускаются, собственно, особенно кроссовки, они должны вызывать ассоциации с характером именно очень красивого, грациозного хищника, которому присущи гибкость, ловкость, скорость и выносливость. Почему? Потому что Рудольф считал, что именно эти черты должны быть присущи всем людям, которые увлекаются спортом, ну, увлекаются серьезно. Тот вариант логотипа, который нарисовал сам Рудольф Дасслер, ну, скажем так, не отличался красотой, но он же не художник. Поэтому руководство компании решило поручить это профессионалу. И нарисовал известный, собственно, логотип Пумы в прыжке, нарисовал Луц Бекис. Прекрасный немецкий художник и дизайнер. Он придумал эту эмблему, которая сегодня узнается в любом уголке земного шара. Логотип Пума, он выступает очень интересным символом, ну, гимном, что ли, неограниченным возможностям и таланту каждого человека. Если мы поговорим о символике животного Пума, посмотрите, Пума символизирует, с одной стороны, жестокость, агрессивность, свирепость, но в то же время доблесть, неустрашимость, храбрость и, что самое важное, стремительность, активность, смелость и быстроту, то есть скорость, то основное качество, которое должно быть присуще бегунам, спортсменам. Фирма, наиболее известная в спортивных кругах, это Рибок. Мы знаем, что история этой марки восходит к 1890 году, когда английский бегун Джосеф Уильям Фостер создает первые кроссовки с шипами. И вот пять лет спустя Джосеф и его отец, они основывают свою компанию в Болтоне, это Великобритания, и начинают поставлять обувь для всемирно известных спортсменов Гарольда Абрахамса и Эрика Лидделла, которые участвуют в летних Олимпийских играх 1924 года. Фостер, мы знаем, что учился еще с детства обувному делу своего деда, и, собственно, который помог ему сделать шиповки первые его, да, потом и наладить производство. Всего через пять лет, в 1890 году, Фостер уже учреждает компанию и открывает уже полноценную фабрику Олимпик Воркс. И главным продуктом этой компании становятся беговые туфли как раз с шипами. Это была очень модная обувь, благодаря этим шипам, это такой был пик сезона. Кроме того, вся обувь шилась на заказ по меркам, которые снимались с каждого абсолютно спортсмена индивидуально. Поэтому все местные бегуны, конечно, были отбуты в кроссовке Рибок. Соучредители Джо и Джефф, то есть внуки Джозефа, в 1958 году объединяют свои усилия и начинают создавать уже такую более широкую компанию, Mercury Sports, начинают расширяться, завоевывать рынок и так далее, и название компании постепенно меняется. И вот вдохновителем как раз для нового названия компании, а именно Рибок, становится, ну кто бы вы думали, южноафриканская быстроногая антилопа. Та же самая тема скорости. Называется это серый Рибок. И предприниматели наши, они нашли это слово в словаре, который Джозеф получил еще в детстве в качестве приза за участие в гонке. Ну и что символизирует антилопа? Конечно же, это грация, это скорость, острота зрения, а у некоторых народов и духовный идеал. Это животные, которые собрались, чтобы помочь человеку в достижении каких-то определенных спортивных целей. Это мы видим и крокодил с его выносливостью, и пума с ее грацией и скоростью, и, конечно же, Рибок, вот эта самая косуля, прекрасная антилопа, за которой тяжело угнаться. Именно они вдохновляли многих людей, многие поколения спортсменов на какие-то классные спортивные достижения и победу прежде всего над самими собой. А я благодарю вас за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok